Бифаше наизнанку Итак, бифаше. Что вообще такое бифаше? Бифаше это такая запеканка из картофеля и фарша. Фарш обычно обрабатывается на сковородке, с лучком и так далее, со всякими приправками, то есть уже готовый кладется в эту запеканку. На нижний слой этой запеканки кладется слой картофеля, далее слой фарша и закрывается снова слоем картофеля. Смазывается это маслицем или сметанкой и ставится в духовой шкаф. Ну а мы с вами сегодня, как я уже сказала выше, будем делать бифаше наоборот. То есть у нас будет не один слой фарша, а два сверху и снизу. А вот между ними будет слой картофельного пюре. Вот как видите, я уже выложила нижний слой фарша в эти вот формочки. Да, я решила делать не одну общую запеканку, а вот такие мини запеканочки. Это очень удобно, кстати, потом в использовании, в хранении. Жаль, что такие формочки, формочки вернее такого размера, не продаются силиконовые. Очень жаль, потому что в силиконовых формочках действительно было бы очень удобно и выпекать, и самое главное потом вынимать. Итак, вот я выкладываю пюрешку, нашу пюрешку на нижний слой фарша. И сейчас, соответственно, буду ее разравнивать. Что хочу сказать о пюре, оно имеет такую себе маленькую, но пикантную фишечку. Заключается эта фишечка в том, что в пюре я, как обычно, добавила яйцо, маслица сливочная там по вкусу, и добавила сюда один сырок, 100-граммовый сырок, плавленый сырок, дружба, но не сырный продукт, а именно вот сырок. Удивительный вкус, удивительную такую дополнительную нотку дает вот потертый сырок в горячее картофельное пюре. Итак, как видите, пюре я уже разровняла. И сейчас буду в каждую вот эту вот мини, так сказать, запеканочку, вот эту маленькую формочку, вот я разделила, видите, специально на эти шарики, думала 6 получится, нет, не получилось, ну и ладно. Значит, буду выкладывать слой фарша. Сначала вот такие небольшие лепешечки сделаю. Кстати, я хочу сказать, что насчет фарша, что фарш есть, не прошел тепловую обработку в сковороде. То есть я делаю его, кладу сюда его именно сырым, потому что вообще сырой фарш, когда он проходит обработку в духовке, он получается сочнее и вкуснее, нежели мы его приготовим заранее в сковороде. Ну и вот сейчас я буду, естественно, тоже вот этот верхний слой фарша разравнивать. Итак, о нет, о нет, я полная идиотка, друзья мои, я полная идиотка, ну что ж я наделала. Я забыла смазать маслом вот эти вот фольговые формы. Да что ж за искушение такое, ну вот не зря я говорила, что были бы такие силиконовые, голова бы не болела, ну а с фольговыми не знаю, что теперь будет. Ой, будем надеяться на лучшее, что сказать. Ой, и так будем надеяться на лучшее. И продолжаем уж теперь доводить до ума наше блюдо. Значит, что я сделала, я так тоненько порезала помидоры на небольшие такие тоненькие пластиночки, присыпала их вот такой, вот такой пряная соль чесночная, мне она очень нравится, вот она меня очень устраивает, ну и теперь будем вот эти помидорки раскладывать на наш, на верхний слой фарша нашего. Итак, помидорки разложены, хотела сделать какую-нибудь там шубку сырную, но решила не сгаляться, достаточно, думаю, будет майонезной вот такой сеточки. Кстати, я брела вот такой замечательный кухонный гаджет, как говорится, гаджет нам в помощь, да? Очень удобная штука и для сеточки салатной, и, кстати, на бутерброды очень удобно накладывать, потому что, да что ж такое, потому что она как бы более дозирует, чем кладем ложками. Ну и таким вот образом сейчас закроем все наши формочки. Ну вот, друзья мои, наша красотень вот такая вот, яркая, нарядная. Сейчас я поставлю ее в духовочку, ну, думаю, градусов на 180 достаточно будет, ну, минут на 30, потому что фарш, я уже сказала, готовится очень быстро. В конце концов, всегда можно вот будет кусочек с краю отломить и попробовать. Ну, а потом, конечно, поделюсь впечатлениями от приготовленного. Лето у нас в полном разгаре, можно сказать, хотя на дворе всего лишь май месяц. Ну, вот в этом году я уже не раз в своих роликах говорила, что такая аномальная весна. Ну что, друзья мои, вот они наши приготовленные запеканочки. Было пять, осталось четыре. Одну я, конечно, не удержалась и уже съела. Что хочу сказать, это не просто вкусно, это очень вкусно. И еще раз хочу подчеркнуть насчет пюре, что именно вот этот натертый плавленый сырок дает вот этот удивительный какой-то оттенок вкусовой. Да, такой, знаете, сливочно-молочный. Именно вот плавленый сырок. То есть не просто сыр какой-то там твердый натертый, нет, а именно плавленый. Ну вот, сделайте, не пожалеете. Ну вот еще один маленький момент. Просто хочу показать эту мини-запеканочку, изъятую из этих фольговых формочек. Зря я, в общем-то, так переживала. Ну, просто формочку пришлось разрезать и испортить. Но ничего страшного. Обычно как бы я их использую на второй и третий раз. Ну, а вот, так сказать, сбоку, с торца она получилась вот такой. Ну, прям практически декоративной, можно сказать. Ну, и сегодня еще буду делать творожные кексики к чаю. Поэтому всех приглашаю к столу. Пока-пока. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok